Части Клары мы продолжаем искать, которые не нашли в прошлый раз. У Клары не хватает, по сути, всего лишь одной руки. И, видимо, сейчас мы эту руку найдем и можно будет идти дальше. Че-то я далеко иду, надо, наверное, было в ту дверь. Или не в ту. Черт его знает, в какую дверь надо было. Привет, я уж думал, у тебя дела и ты не придешь сегодня. Я вот тут пытаюсь понять, в какое место мне ссунутся, чтобы последнюю руку Клары найти. И, кажется, я нашел это место. Новый цикл сканирования. Модуль, конечность, рука, правая. Обнаружен местонахождение этаж Вавилов. Передача затруднена, данных нет. Что мешает локализации местоположения модуля на этот раз? К сожалению, здесь я не помогу. На этаже Вавилов сигнал заглушен. Помехой может служить либо экранированная зона, либо находящийся рядом большой длинный аппарат. Большой длинный аппарат. Надеюсь, этот большой длинный аппарат не нападет на меня. Так, ладно, я вот постоянно забываю, как его... Крутить, вертеть. Привет. Привет. Да уж, тут действительно есть очень большой объект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 а чё счет не ведется мне так было спокойнее она еще кто нужно ускоряется а еще этот шлейф меня вообще не радует который за змейкой такое впечатление что я в него постоянно врезаюсь 5 как же бесит мы тут надолго засели с этими 10 кристаллами чё-то у меня сегодня с реакцией вообще не то до понедельника мы абсолютно свободно смеющиеся рожица с веселыми глазами такая задержка от клавиш что ли да я вот кстати вообще не понимаю как это все работает но мне просто неприятно вообще управлять вот этой змеей серьезно то ли задержка то ли я задержка у меня в голове задержка блядь не ну задержки от клавиш вряд ли может быть потому что у меня кейпад подключен по по кабелю какая тут может быть задержка то скорее всего у меня в голове задержка какая-то непонятная блядь блядь и Надо полимеризоваться, чтобы выиграть Парк раз получилось аж восемь собрать Ачара! Я вот тупо промахиваюсь Потому что не... Блять... Твою мать! Это вот этот процесс я только что запустил Иди ты куда? Эээээ ты что делаешь? Твою душу! Е-е-е-е-е. Наконец. Сучонок железный напугал до нервных коликов. Это было близко. Ну наконец-то. Все запчасти собраны. Осторожно. Сука прячется. Он прячется. Вы видели? Ну где-то там. Вотчики набежали. Прикинь, да? Сука, не то нажал. Там что-то вывбудилось прямо натурально. У меня патроны для калаша закончились. 12 штук всего осталось. И те уже в стволе. Надо срочно Элеонору потрепать. Там вот за дверью что-то есть. Меня туда не пускают. Что собрал? Ну, пошли руку приделаем. Так что, с настоящими бета-коннекторами было не так? Так как коллектив изначально планировался без каких-либо особых помочь, то все там должны были быть равны. Это мы уже обсуждали. Зачем тогда вообще понадобились бета-коннектор? Чтобы уберечь коллектив от непредвиденных угроз со стороны тех, кто может пожелать започинить его супер. Это же невозможно. В коллективе все равны. А, черт, альфа-коннектор. Именно. Например, группа злой-мошенников или группа альфа-коннекторов могла бы попытаться захватить альфа-коннектор. Это могло бы перейти в человеческий жертв. Как бы эти коннекторы могли спасти положение? Все, как мы говорили, не было никаких особенных полномочий. Мы представляли возможность присутствовать в коллективе, не являясь участием. То есть полную автономность при сохранении доступа в общую информационную сеть. Ну и зачем? Это же как то, что у нас есть сейчас. Вы смотрите на ситуацию с позиции людей. А с позиции кого мне еще? А, черт. Шеф хотел надеть кольца на робот, чтобы они не подчинялись нему. Ведь в коллективе люди будут властвовать над машиной. Совершенно верно. Первоначально академик Сеченов планировал поручить охрану альфа-коннекторов своим призняшкам. Они преданы ему лично. Находясь в коллективе, он мог управлять ими из любой точки земного шара. При этом никто другой не просто не смог бы отдавать им команду, а даже не знал бы, где именно они находятся. И что они вообще существуют. Сука. Но, может, я чего-то не понимаю? Можно ведь запустить коллектив равным для всех, а потом просто уничтожить этот самый альфа-коннектор. Можно. Вот с этими патронами меня прямо совсем все уже, все кончилось. У меня все патроны кончились. Лишится на такое. Академик Сеченов. Вы в этом уверены, товарищ майор? Ну, да, наверное. Что-либо подпишем? че-то важное рассказали посреди стрельбы смайл грустная улыбка с этим конечно им надо бороться дальше так последнего придется топором врубить потому что у меня вот это уже все кончились ну я на самом деле более-менее разобрал следующее что там какие-то альфа коннектор и которые для альфа самцов и которые он хотел близняшкам отдать или т.д. и т.п. и вот это вот все я хотела умереть сегодня внезапно все прошло по плану вчера мы расстались корей его родители перевели на сахалин настоящие не то что здесь на выставке и он с ними сказал что вместе мы не будем и я хотела умереть ну да когда летишь с моста кажется исправить можно что угодно кроме того что летишь с моста но пока я тут лежала до меня вдруг дошло нет мысли глупее чем уходить из жизни из-за мальчика это даже звучит глупо соболезно я передам экскурсоводу что нашел тебя она волновалась я этот стрим смотрю не для того чтобы плакать труп суицидник это же не грустно это смешно нет даже не то что труп суицидник а разговаривающий труп суицидник вот это вот на самом деле ирония просто супер верхнего предела так а как мне вот туда то вообще попасть то вот это вот вообще как-то открывается почему это все заперто то блять история просто очень грустные и все ну ладно хоть одну засунул это хорошо вероятно придется дальше рассовывать о элеонора чем это надо просто на самом деле почекать потому что патронов ни хрена не осталось ну-ка чё скажешь так а это уже что-то новенькое что у нее с головой добро пожаловать приблизьтесь да не убоитесь вы моей силы чего раз это что еще один труп я все видится все видится некогда я была простым работником архива но теперь мне подвластно все я могу все и вижу все знаю все я и есть все ясно ну повезло так повезло раз будет и вообще банк отрувал походу что такое скепсис вы сергей алексеевич лучше бы виктора петрова ловили они сомневались в моем величии интересное отклонение от нормы у женщины полимерная передозировка так бывает когда мозг человека подключают информационного массива умерла она явно от этого теперь хоть и ненадолго все видится осознает себе частью комплекса в днх у нее есть доступ ко всем компьютерам камерам терминалом часть комплекса и ко всему есть доступ все видится говоришь докажешь мне нет нужды доказывать тебе свою мощь смертной но ради забавы я могу это сделать что ты хочешь чтобы я рассказала тебе о твоем потерянном прошлом или о добрых духах что оберегают тебя бесконечным немом плачем что толку если ты не видишь что происходит у тебя под носом часть комплекса часть команды часть корабль у меня открой можешь я могу открыть все двери в прошлом и будущем пузырь и распахнитесь пахнитесь начитаются всякого в своих архивах а потом с ума сходят хочу отметить вашу находчивость весьма ловко и нестандартно а сам горжусь а ведь полезная была баба как же она тут на в днх узнала про меняемое задание в интересное напряжение товарищ пою и хороший вопрос понятия не имею так еще одна банка которую можно засунуть в лунный замок отдела лунный замок то вот он так пойдем к леоноре все-таки да к леоноре во первых сохранимся во вторых надо патроны зафигачить доступ разрешен чё на складе то есть вообще а 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 я вот это а у но мне тут не нужно тогда если она на складе Ну, у дробовика более-менее нормально патронов Лучше бы она про прошлое рассказала Ну, про прошлое мы узнаем уже ближе к концу Там я уже один спойлер услышал из подкаста, который я рекламировал И, собственно, он многое объясняет Так, мне нужны патроны для калаша, потому что калаш — это сила Поэтому мы создаем бы припасы для калаша, например, три штуки И смотрим, что-то вот у нас есть Почему-то осталось... Так, непонятно Калаш на четвертый 150 патронов в итоге у меня 30 патронов в рожке И осталось 120 Это четыре... то есть пять рожков Ну, ладно, ладно Это мы терпим Бляхский рот Конечно, на клавиатуре управление переключением оружия не очень кайфовое Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok